Доброго времени суток! С вами, как всегда, Демус и канал Разгоняем Алкопоезд. И сегодня мы будем разгонять наш состав башкирской водкой. Сегодня на нашем алкотесте мы будем дегустировать водку Национальный Презент Альфа. Бутылка выглядит очень даже себе неплохо, презентабельно, то есть эту водку не стыдно принести куда-нибудь в гости, либо кому-нибудь подарить. Стоит она 265 рублей, красное-белое, да-да-да, наша любимая красное-белое, куда без него. Значит, ну давайте сразу по составу пройдемся. Значит, что мы здесь можем прочитать? Крепость 40, объем 0,5, обладает великолепными вкусовыми качествами. Ну это же хорошо. Национальный Презент Альфа. Состав, вот здесь состав, конечно, вот как издеваются, вот они над людьми, у кого очень зоркий глаз. Значит, естественно, вода, спирт Альфа, сахарный сироп, настой спиртованных цветков, липы, мед натуральный, ароматный спирт, сушеных яблок. Ну и производит это у нас все Баш Спирт. На Баш Спирт я уже делал несколько обзоров, это самый первый был обзорчик, который вышел на канале, это Нектар Колоска Золотая. А потом я делал обзор на Честную, в принципе, Баш Спирт, завод действительно хороший, с хорошей продукцией. Поэтому я надеюсь, что вот это наша Альфа, национальный Презент, не обидит здесь никого. И все будет достаточно хорошо и вкусно, потому что что-то последнее, вот алкотесты, ну какая-то жесть. Ну просто вот, я не знаю, один за одним, все лучше и лучше. Так вот, касаемо сайта. Я тогда на сайт еще не лазил, когда делал обзоры на предыдущие водки Баш Спирта. Здесь, естественно, посмотрел, значит, что можно про сайт производителя сказать. Он есть и хорошо. Значит, сайт, сразу видно, что сделан был очень давно, он такой достаточно архаичный, там хрен чего найдешь, все как-то вот очень скромненько, очень скомканно. Но, блин, там есть помимо какого-то описания продукта, там есть еще и состав. Чего-то я не могу добиться в своих муках и криках от других, чтобы они писали там либо, а то обычно, либо какое-то описание, либо состав. Все это вместе очень редко бывает. А там действительно, там написано, из какого спирта сделана водка. Там вообще поиск организован, на сайте так интересно. Там выбираешь спирт, допустим, люк, спирт альфа. Что меня очень сильно напугало, там у них есть еще в списке спирт высшей очистки. Меня, конечно, это несколько так насторожило, поэтому, если вы вдруг убейте в магазине водку, где в составе спирт высшей очистки, бегите, бегите подальше, не вздумайте это покупать. Ладно, сайт есть, хорошо, в принципе, описание там достаточно нормально. Давайте, значит, открывать, допробовать. Ух, я надеюсь, не подведем вот. Дозатор. Давайте немножко. Мы же не напиваемся, не тот канал, где напиваются. Запах. Классно пахнет. Пахнет классно, пахнет такой хороший аромат водки на альфе, но есть тут действительно что-то такое вот цветочное. Есть, есть, есть определенная какая-то нотка, чего-то такого. Не соврали. Есть. Ладно, пить вредно, жить страшно, и все мы там будем, как вы все хорошо знаете. Наконец-то. Наконец-то. Хоть что-то за последние, я не знаю, там, три или пять лк-тестов, хоть что-то действительно отлично. Блин, класс. Сразу вторую. Меня прям удивлен. Не хочется не закусывать, ничего. Идет очень мягко, очень мягко, прям очень-очень-очень гармоничный такой вкус. Есть вот эти вот нотки какие-то, то ли цветочные, то ли фруктовые. Сейчас распробуем лучше. Класс. Вообще, очень приятное послевкусие такое. Давайте сразу вторую. Главное не перехвалить. Да, вот нотки такие, как будто ты в какой-нибудь рощи весной, когда все цветет. Да. Какие-то вот действительно медовые нотки есть. Что-то какая-то вот небольшая такая сладость. Какие-то цветочные нотки, ароматы. Вещь. Вещь. Определенная вещь. Мне это очень даже понравилось. Теперь можно что-нибудь и скушать. Вот что-то мне сегодня снова подсказывает, что затягивать алкотес не придется. Потому что пока все очень даже отлично. Я не могу сказать, что 265 рублей это самая дешевая какая-нибудь водка. Нет, это достаточно средняя, такая нормальная цена для водки. Есть дешевле. Есть дешевле и много там водок на Альфе есть дешевле. Но здесь, в принципе, она этих денег стоит. Прям очень даже мне она определенно заходит. Хоть кто-то радует. Мне кажется, вот аромат этот даже со временем более насыщенный становится. Ну, или ты его так воспринимаешь после того, как уже употребил. Ну, кайф. У меня сегодня лухарь-жир-закуска. Великолепные домашние малосоленые огурчики со специями, с чесночком, с зеленушечкой. Помидорчики такие же. И вкусненькие, сжаренные в овощах куриные органы. Это великолепно. Надо немножко успокоиться от своих хвалебных отдых. Разольюсь по столу. Вот. А потом мне башспирт накосячит. И мне потом вы скажете, что ты, зараза такая, всех обманул. Вот, я уже насвинячил, уже хорошо. Уже день прожить не зря. Касаемо последнего алкотеста, когда я тут сходил с ума и пил водку из банки. Я же у многих просил подписчиков, чтобы написали там свое мнение. И действительно, очень многие написали. Я задавался вопросом, зачем вообще водка в банке должна быть. Ссылочка будет чуть выше на этот обзор, кто не видел. И было много разных версий. Писали в комментариях, так и вконтакте мне. Значит, из интересных версий, которые действительно, мне кажется, они имеют право на существование. Но, опять же, с определенными оговорками. Значит, была одна такая, типа, официальная версия. То, что тем самым производитель хочет минимизировать возможности подделки своей продукции. Ну да, конечно. Я думаю, только Немиров, наверное, настолько в банки выпускается. И, соответственно, очень сложно будет заморачиваться. Где-то вот такое производство, чтобы банок маленьких выпускать. Да, я согласен, я согласен, что вряд ли кто-то с этим будет заморачиваться. Как бы мысля хорошая. Но, опять же, есть эгоизм. И сейчас вопрос, ну, так остро не стоит. А вторая версия была такая, основная. Мне ее не один человек написал. Это то, что это же очень удобно для транспортировки. Я сначала подумал, что для транспортировки производителю ее резонно сказала. Какая мне разница, как производитель ее будет вести? Мне вообще-то как до одного места. Мне ее пить неудобно. Как ее пить? Но идея такая, что эту водку, допустим, можно взять с собой куда-нибудь в поход на природу. Но у меня почему-то сразу одна картина, что это какие-нибудь школьники собираются в поход вместе со своей классной руководительницей. И вот они в свои маленькие рюкзачки вот так вот туда эту водочку укладывают, чтобы побыстрее нажраться. Какие-то более такие логичные варианты, там, тащить это на природу, но я не вижу. Просто лично мое мнение такое, что водка это тот напиток, который нужно пить за столом, не с горла, ни в коем случае. То есть подходить к этому процессу как-то более вдумчиво, а не просто, знаете, как банку пива открыл, там, пошел по улице, ой, я решил сегодня нажраться. Нет. Водка это все-таки напиток, который надо употреблять спокойно, размеренно. То есть взять что-то из закуски, пусть там не какой-то там стол с поросями, там, и с щуками накрывать. Достаточно какой-то небольшой, хорошие закуски. Хорошая компания обязательно, обязательно, это же самое важное. У меня вот всегда хорошая компания, потому что я употребляю на самом важном месте. Я прошу прощения, это меня тут зовут в казематы. Вот. Ну, продолжаю все-таки свою мысль. Употреблять водку надо, естественно, в хорошей компании, с хорошими людьми, с хорошей закуской, с хорошим настроением, опять же, желательно. Ну, или для того, чтобы это настроение стало хорошим. Давайте, за вас, друзья. И под огурчик. Водка определенно хорошая. Я бы сказал, отличная. Есть один минус. Есть один минус. Если вы не любите сладковатый привкус, вполне возможно, вам она не зайдет. Здесь вот такие очень сильные вот эти какие-то цветочные нотки, цветочные медовые. И они действительно о себе дают знать. Мне кажется, если бы я, допустим, какой-нибудь соленой селедкой бы закусывал, было бы как-то не очень вот это вот само сочетание. Поэтому, опять же, знаете, если вы будете приобретать национальный презент Альфа, она имеет сладковатый медовый какой-то цветочный такой привкусец. Поэтому смотрите сами, зайдет вам это или нет. Водка великолепная. Это определенно идет в топ-5. Будет, ну я не знаю, скоро или не скоро, но будет ролик, где я расскажу про топ-5 водок, которые я вот так вот определяю для себя. Это определенно топ-5, может быть, даже топ-3. Это хорошая водка. Это хорошая водка. Это водка за свои деньги. Я бы, не знаю, я бы, может быть, даже готов был заплатить за нее и больше. Потому что водка классная. Водка питкая. Водка имеет, опять же, свои какие-то неповторимые нотки. Это не безликий напиток. Опять же, в сравнении с той же честной, где мы пьем воду и спирт. Надо еще попробовать все-таки на люксе, насколько она будет вкусная, невкусная. Вообще, у Башспирта там такой каталог продукции, просто закачаешься. Там ничего только нет. Чего только нет. И даже вот у нас там в Красном и Белом очень много там продается башкирского. Я обязательно еще возьму там несколько, там есть марка мира, еще что-то там. Обязательно тоже их попробуем, потому что интересно. И даже вот мне сейчас больше интересно взять какую-нибудь у них водку на люксе. Потому что, честно, нектар колоска золотой и вот этот национальный презент, это все-таки вещи на альфе. Соответственно, хотя бы сравнить, понять, насколько у них там съедобно одно и, может быть, несъедобно другое. Но, надеюсь, все будет хорошо. Фух, давайте еще. Я вот забыл совсем про то, что здесь, оказывается, у нас есть спирт сушеных яблок. Вот это вот, видимо, то, что дает, это вот фруктовинку. Не фиговинку, а фруктовинку, что очень важно. Но, опять же, повторюсь, в принципе, выглядит довольно-таки все презентабельно. То есть, если мы же не можем ничего не сравнить, если, допустим, та же Белорусская река, ну, выглядит, ну, мягко говоря, убого, то здесь все на уровне. И у меня вот чуть-чуть осталось уже этой Белорусской реки, потому что тоже периодически ее даю попробовать разным людям для сравнения. Кстати, напишите, у вас она в магните осталась или нет. У нас что-то пропало. Я бы себе еще парочку таких взял бы. Давайте просто ради интереса сравним обе водки на Альфе. Белорусскую реку я оценил очень высоко. Это действительно, это очень крутая водка, особенно за свои 225 рублей. Это вообще, это просто уровень уровней. Но, опять же, повторюсь, бутылка выглядит, ну, такой себе. Знаете, если там кто не разбирается в водке, может на нее так просто посмотреть и сказать, да ну, какой-то дешман там. Наверное, ацетон, ну, его, мол, в одно место. Ну, давайте, Белорусская река. Тоже очень-очень мягкие, практически еле-еле-еле заметные. А, она на Бел-Альфе, я же забыл, она же на Бел-Альфе. Это то же самое, как наша Альфа, только белорусский аналог. Вот еле-еле-еле уловимые нотки, спиртовые, очень мягкий, очень мягкий запах. Прям очень-очень мягкий. Что у нас там было в составе из улучшителей, так сказать, ржаные хлопья. Мед, вот тоже мед здесь есть, как и здесь. Ну, давайте белорусскую. Да, это хорошо, это отлично. Мне кажется, немножко-немножко вот белорусская чуть-чуть жёстче, но не критично. Чуть-чуть более выраженный спиртовой такой прикусец у неё. Но, опять же, не критично, не настолько, чтобы от неё плеваться. Это хорошо, это хорошая водка. Отлично, я её рекомендую. Как тогда рекомендовал на обзоре, ссылочка будет или была уже. Значит, что сейчас? За 225 рублей берите, наверное, даже в проквию. На всякий случай, вдруг какие-нибудь у вас там свадьбы будут намечаться, либо более неприятные поводы. Значит, и наш национальный презент. Ну, вот опять же, больше вот этих фруктовых ноток, больше цветочных, вот этих вот каких-то маленьких-маленьких. Вот их очень сложно уловить. Но ты понимаешь, вот где-то там проскакивает, где-то здесь. Воедино всё, оно получается очень даже гармонично. Мягче, но более сладкое. Больше, больше, больше вот какого-то этого медового привкуса. Давайте уже подводить итоги, потому что бомбить мне здесь не с чего, ругать нечего. Хвалить я уже обхвалился, по-моему, даже, наверное, даже слишком. А то потом скажете, что я продался. Нет, мне красное и белое не платят. А вы знаете, что уже пора давно. А они всё никак. Поэтому сейчас по последнему. И будем завязывать. С выпуском, не с деятельностью. В общем, данной водки я ставлю 5 из 5. Вот 5 полноценных. Без минусов, без хвостиков, без червячков, без, я не знаю, без просячих хвостиков закрученных, без ничего, без каких-либо вопросов. Это 5 из 5. Это хорошая водка. Она мне очень понравилась. Поэтому я её лично рекомендую. Ну, с маленькой оговоркой, если вы не любите какие-то такие медовые нотки и сладкие привкусы, тогда подумайте. Но водка вещь. 265 рублей. Давайте, последний. Пишите в комментариях, что попробовать на алкотесте в следующий раз, чего прикупить. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш научно-просветительский канал, тыкайте колокольчик, покупайте качественную вкусную водку и будьте здоровы. До скорого.